Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Начинается сезон лагерей. На совещании Минобра определили организации отдыха. Более 11 тысяч детей в Карачаево-Черкесии отдохнут этим летом. Конные прогулки, танцы и игры в компании Джека Воробья. В конно-спортивной школе прошло торжественное мероприятие ко дню защиты детей. Этому знаменитому озеру в Ганачхирском ущелье около двух тысяч лет. Когда вернется его былая красота и почему озеро обмелело? Праздник дню защиты детей в реабилитационном центре «Надежда» прошло торжество с участием известных анимационных героев. С 1 июня начинается летняя оздоровительная кампания. В Доме правительства под руководством министра образования и науки Инны Кравченко прошло совещание, на котором обсудили все вопросы, связанные с организацией и проведением летнего отдыха и оздоровлением детей. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. В летний период отдыхами и оздоровлением Карачаева-Черкесии запланировано охватить более 12 тысяч детей. В республике готовы к работе лагеря круглосуточного пребывания, пришкольные и клубы выходного дня. Являясь уполномоченным органом исполнительной власти, Министерством образования и науки разработаны все необходимые нормативно-правовые акты для организации летнего отдыха. В соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществление государственного контроля, надзора возложено на уполномоченный орган, именно на Министерство образования и науки Карачаева-Черкесской республики по организации отдыха и оздоровления детей. Вся необходимая нормативная база на сегодняшний день разработана. Неотъемлемой частью организации летнего отдыха являются вопросы безопасности, они у нас стоят в приоритете, и, конечно, качественного отдыха. Отличительной особенностью лета этого года является создание двух школьных лагерей для детей-инвалидов в Черкесске и Узджугуте. 22 ребенка из ДНР и ЛНР отдохнут у нас в республике. В рамках празднования 100-летия Карачаева-Черкесии организованы профильные смены для активистов движения «Юнармия» из Ставропольского края и Адыгеи. Приоритетом детского отдыха в этом году являются разработаны и утвержденные единые подходы к организации летнего отдыха под названием «Семь шагов». Министерство просвещения Российской Федерации разработало и довело до всех исполнительных органов власти в системе образования методические пособия, которые называются «Семь шагов летней оздоровительной кампании», в которой собраны все пожелания, все воспитательные и организационные моменты. И все это дано в виде шага. Первый шаг – программа воспитания. Что мы должны охватить, каким образом. Вторым шагом, например, уделяется внимание поднятию флага Российской Федерации. На совещании заслушали доклады представителей Министерства здравоохранения, туризма, курортов и молодежной политики, Роспотребнадзора, МЧС и МВД. На встрече был дан символический старт летней оздоровительной кампании, которая начинается уже 1 июня. Конные прогулки, танцы, игры в обществе Джека Воробья и других сказочных персонажей. В преддверии Дня защиты детей в Республиканской конно-спортивной школе прошло торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Детей поздравили организаторы мероприятия, члены партии «Единая Россия» и многие другие гости. Подробности у Али Баташева. Пройти испытания до конца, помогая команде завоевать победу. Весело, когда состязания сопровождаются бодрой музыкой. А судьи соревнований – герои фильмов и сказочные персонажи. Джек Воробей, Бамблби, Кукла Лоу и другие. Восьмилетний Ярослав Духин прибыл с мамой из Донецка. Игры, танцы и угощения – неизменная составляющая любого праздника. Мы пошли в школу, появились новые друзья. Дети получили тоже позитивные эмоции. Как бы все достаточно хорошо сложилось. А что тебе здесь понравилось? Природа или девушка? Природа и друзья новые. Детей поздравили организаторы мероприятия, партия «Единая Россия» и приглашенные гости. Желаю мира, счастья и благополучия, чтобы ваше юное детство было прекрасным. А вы со своей стороны постарались, слушали своих родителей. Хотел бы пожелать вам всем самое главное – здоровья. И чтобы таких мероприятий в жизни каждого из вас было как можно больше. Любителям аквагрима художники наносили различные рисунки. А кто не хотел участвовать в конкурсах, могли любоваться показательными выступлениями воспитанников конно-спортивной школы «Черкеска». Десятилетняя Настя Павличенко приехала из Донбасса. В первый раз в жизни тут. И что тебе здесь больше всего поразило? Горы, природа, все озеро такое красивое. И школа. У тебя уже даже новые друзья появились? Да. Да, да, да. Как их зовут? Фатима, Маша, и Адей, и все другие, еще Амина. Для желающих прокатиться верхом были организованы конные прогулки с участием инструкторов. А в завершении торжества всех без исключения гостей ждало праздничное угощение. Забота о детях, их воспитание является важной задачей не только для родителей, но и для государства. Поэтому у нас в Корчаево-Черкесии этой дате также придается очень серьезное значение, подтверждение сегодняшнего праздника. Для кого-то из ребят этот праздник останется не просто приятным воспоминанием, но и началом знакомства с удивительными животными, которые сопровождают человека на протяжении тысячелетий, отмечают организаторы. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 46 тысяч 29 человек. Из них 44 тысячи 893 выздоровели, 12 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза в отдельных районах сильные, с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. Ветер восточный и 5-10, температура ночью 11-16, в горах 4-9, а днём 26-31, выше нуля и местами до плюс 21. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днём 29-31 градусов тепла. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Жители и гости республики, посетившие в мае Ганачкирское ущелье, в недоумении. Вместо живописного озера там создалась мрачная картина. Что произошло и восстановится ли прекрасный водоём в заповедной зоне, расскажем в рубрике «Изучаем Карачао-Черкесию вместе с Русским географическим обществом». Репортаж Аллы Динаевой. Ветерок сильный и довольно свежий, но солнце светит ярко, и в Ганачкирском ущелье чудесная погода. Но катастрофический вид форельного озера вызывает смешанные чувства. Прекрасное форельное озеро в Ганачкирском ущелье – излюбленное и часто посещаемое туристами место. Если навестить его сейчас, то можно наблюдать вот такую печальную картину. Форельное озеро, или как его ещё называют Тубанлыкёль, сейчас больше напоминает болото. Что же случилось на самом деле с озером? Это естественный процесс. Это озеро лавинного выбивания. Ежегодно здесь сходят лавины, потому что его опоясывают крутые склоны, которые, значит, особенно в зиму большого снега, а это зима этого года, была зимой как раз большого снега. На противоположном склоне видно, что склон совершенно не повреждён. То есть озеро выбито не селевым потоком, а выбито снегом. По лоткам можно их посчитать. Две, три, четыре и ещё с восточности пять, шесть лавин одновременно сошли, и они все сошлись на озере. И видно, что это мощное перемещение снега проломило лёд и выбило всё с днища и прочистило его. А содержимое озера выгреблено и выброшено за её пределы. И поэтому вид такой захламлённый, как в самом Порельном озере и на поверхности, так и за её границами. Это бывает практически каждый год? Это бывает каждый год, но оно не выбивается так полностью. Лавинный снег сходит, и он остаётся на поверхности озера, на льду. Лёд не проламывается. А вот такие явления, вроде как создаётся впечатление катастрофического явления, на самом деле это не так. Они повторяются через определённый промежуток времени. Последнее, вот при моей памяти, последнее такое аналогичное явление наблюдалось лет 20-23 назад, когда озеро было точно так выбито, точно так было захламлено. Ну, потом оно приобрело свои прежние очертания. Прибитое к южному склону долины Северный Клухор, Форельное озеро – это остаточное от большого озера в Троговой долине, от которого остались только вот такие болотные пейзажи. И благодаря сходу лавин, Форельное не становится их продолжением, а радует нас. Слава Валентинович, сколько времени нужно примерно, чтобы озеро очистилось и выглядело так же прекрасно, каким мы привыкли его видеть? Ну, я думаю, где-то максимум полмесяца оно будет чистое, потому что сейчас оно ещё не достигло уровня своего верхнего горизонта. Не достигло, потому что расход воды превышает её поступление. Ручьи ещё не полноводны, ещё достаточно прохладны. А так сейчас оно приобретёт свои, войдёт свои границы очертания. Вот, и уже не будет никаких вот таких вот больших зарослей камышей, зарослей, это самое. Озеро будет чистое. Любителям красот Тубанлыкёль надо набраться терпения. По словам учёного, скоро форельное озеро восстановится, и зеркало воды примет ежегодное очертание. Вот-вот и примыкающие к нему луга зацветут, листва на деревьях уже распускаются, и здесь будет совершенно другая восхитительная картина. Аладинаева, Расул Бердиев, Вести, Крачево, Черкесия. Представители Всероссийской духовно-просветительской газеты «Ас-Салам» организовали праздничное мероприятие с участием аниматоров для воспитанников Республиканского реабилитационного центра «Надежда». Герои различных комиксов порадовали детей своими яркими выступлениями. На детском празднике побывал и Алихан Лепшоков. Герои фантастических фильмов и комиксов дарили детям радость и массу положительных эмоций. «Трансформер Бамблби» и «Супергел» вовлекали ребят в различные продвижные игры. Мы часто навещаем воспитанников Республиканского реабилитационного центра «Надежда». Проводим для них различные мероприятия и делимся частичкой добра», отмечают представители Всероссийской духовно-просветительской газеты «Ас-Салам». Мы решили провести такое мероприятие в Книге защиты детей, порадовать детишек, детишки наше будущее. Если мы будем внимания удивлять, им радовать, будет очень хорошо и нам, и им. И нам приятно, и им приятно. Самое главное, они сами тоже говорят, внимание с нашей стороны. Мы стараемся проявлять это внимание. Не только сюда приходим, но и в свои спортзалы приглашаем. Нам очень приятно видеть, что лица наших детей светятся интересом, радостью и энергией, отмечают воспитатели. Очень часто сотрудники газеты «Ас-Салам» проводят разные мероприятия и дарят подарки нашим детям. Много мероприятий совместно проводили, и выездные, развлекательные, спортивные. Также они оказывают помощь благотворительную, представители газеты «Ас-Салам». Детям это даже не то, что нужно, необходимо. Они общаются с титулованными представителями спорта нашей республики. Мне понравилось, что здесь мы играли, веселились. Танцевали? Да. Что вы с ним делали сегодня? Танцевали. Танцевали, веселились, играли. В завершении аниматоры представители газеты «Ас-Салам» устроили для детей шоу мыльных пузырей и сделали общее фото на память. Алихалипшоков Алибастанов, Вести, Карачаила, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин